Приветствую вас, мои дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. Я безумно рад вас всех видеть на своем игровом канале Dillon Game. И сегодня я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровому симулятору ProtonBus Simulator. Ребята, и сегодня, можно сказать, мы можем видеть зарождение новой карты, которая, можно сказать, уже появилась в этом симуляторе. Но, к сожалению, пока это еще такая тестовая версия, где нет маршрутов, где нет трафика. Но можно покататься, можно посмотреть. Нет, это не Чистогорск, ребята. Я думаю, вы сейчас задаете вопрос. Вау, Чистогорск появился? Нет, Чистогорска пока здесь нет. Не знаю, предвидится он вообще или нет. Здесь просто автовокзал взят из города Чистогорск. А карта сама называется Сузд. Я думаю, что кто давно играет в МС-2, карта для вас тоже будет знакома. И теперь, можно сказать, она перекочевала, перекочевывает в ProtonBus Simulator. Но будем надеяться, что проект на месте стоять не будет, а будет обрастать новыми маршрутами. Вот. А сейчас мы просто с вами познакомимся, покатаемся. И в этом нам поможет вот этот старенький автобус Paz 672. Техпомощь. Такая красочка ржавенькая. Вот. Сегодня у нас покатают по улицам Суздали. Посмотрим, как это дело все у нас с вами выглядит. Конечно, я поеду за рулем, а не в роли пассажира. Вот. Ну, пазовский салон. Вот так я его могу продемонстрировать, показать. Мое детство прошло тоже в этих пазиках. Много я на них катался. Классные автобусы. В принципе, я честно скажу, даже, ну, не знаю, современные пазы серии 3205. Да такие же самые они, вот, не знаю, все то же самое. Переднемоторная компоновочка. Вот. Да и число посадочных мест в новых пазиках больше не стало. Но за исключением других модификаций. Вот. Так что усаживайтесь поудобнее. Давайте мы с вами прокатимся. Как он громко работает. Очень громко он работает. Снимаемся с ручника и поехали кататься по улице. По улицам Суздали. Что-то смотрю, все пазики характерно начинают подергиваться при старте. И так, что 672-й это не исключение. Точно так же его начинают колбасить. Ну, вот, выезжаем мы с вами за пределы этого автовокзала. Здесь такой лежачий полицейский при въезде присутствует. Ну, пазик, лежачий полицейский, по зубам. Спокойно он его переваливает. А вот ямки здесь довольно-таки очень знатные и прикольные. Я очень рад, что дороги здесь такие убитые, подушатанные. Действительно, как из русских глубинок. Так, пазик это вроде хорошо. Да, он здорово, вскорулится. Вот. Заправки хочется, чтобы были потечественные. Родной, чего ты глохнешь? Все хорошо, все хорошо. Вот, блин, я уже испугался. Мы поломались, вы их не едет. Это хорошо. Даже там передачка с хрустом как-то включилась. Давно я, кстати, не катался по вот этой карте. Именно вот в ОМСИ-2. Но теперь благо, что она перекочевала в Croton Bass Simulator. Ну, хочется как-то более-менее так активнее. Видно, это такой довольно-таки очень сложный процесс. Вот переноса карт. Но приятно, приятно, что этот процесс есть. И он не стоит на месте. Ну, дорожки здесь, конечно, очень ужасные. Как раз-таки для нашего пазика. Нет, местами ничего. Но, знаете, такой промежуток. Вроде бы тут хочется расслабиться, навалить. Но где-то могут появиться такие конкретные ямы. И я уверен, что в Суздале появится самая большая яма размером с КамАЗ. Вот. Где спокойно может провалиться наш автобус. Ладно. Надеюсь, что этого не произойдет. А так, в целом, довольно-таки все очень ухоженно. Уютно. Классные частные домики. Я смотрю, мусорные контейнеры даже стоят. Насколько приятно, насколько классно и здорово. Остановки, к сожалению, на данный момент пока пустынные. Как видите, никаких пассажиров, ничего нет. Но милые, уютные лавочки, они присутствуют. Так, здесь у нас ремонт и ямы. И очень много ям. Даже поддон. Вот что-то делается тут. Даже поддон кинут. Ограничение в 8 тонн. Давайте по ямам, специально по ямам прокатимся. Подвеска, конечно, знатно здесь отрабатывает. Это газоновская подвеска. Очень хорошая. Очень крепкая, она очень выносливая. Ну и отечественная карта становится все больше и больше. Я уже немножко даже и со счета, наверное, собьюсь. Это Панаех Сити, Гостомысл есть, Серповский регион. Но Серповский регион пока на данный момент, наверное, одна из самых актуальных таких карт. Вот. Потому что, ну, это карта из Мотор Депот, которая богата на различные населенные пункты, на различные направления. Давайте мы сейчас с вами, наверное, направо повернем вот возле этой церквушки. Как здесь поворотник плацает. Хотя мы в городе одни, в Суздале. Но очень приятно, дороги здесь не назовешь идеальными. Они действительно соответствуют такой сельской местности. Даже вот центральная часть города практически, ну, можно сказать, такой центр. Вот здесь то же самое. То же самое. То же самое. Можно чуть-чуть подинамичнее ехать, разогнаться. Светофоры. Они не работают, просто тупо на всех горит красный. Поэтому их работа никак не отрегулирована. Лучше просто был бы, знаете, оранжевый моргал бы все время. Аналогичный перекресток с красными светофорами. Карта у нас, так на самом деле, довольно-таки еще такая неплохая по размерам. То есть есть где разгуляться в фантазии. Пару-тройку маршрутов здесь точно можно сообразить. Ну, спокойно кататься. Ну, на мой взгляд, вот по тяжести, ну, карту тоже, наверное, такой легкой сильно не назовешь. Потому что, ну, вес не чувствуется. Поэтому не знаю. Но я думаю, что с запуском на телефонах тоже проблем никаких особо не будет. Потому что, ну, в принципе, уже тоже телефоны довольно-таки у всех мощные. Ну, вот. Здание очень прикольно выглядит. Вот эти текстурки по шарпанности. Такое ощущение, как будто замазывает вот эти швы, пытается реставрировать, что-то делать. Какой-то руль большой этого пазика. Так, мне кажется, словно штурвал какой-то. Так что-то мне колбасить начинает. Кидайте стороны в сторону. Хотя на пазе, как всегда, надо было дорогу подлавливать. Зачастую, знаете, когда наблюдал за водителями, которые трудятся, работают на советской технике, ну, реально, дорогу приходилось держать. Это провалы немножко у нас есть. Не знаю, что такое. Словно, он пытается заглохнуть, но я ему не даю. Не даешь тапан заглох. Ну, и здесь, в принципе, вот с этой стороны карта у нас уже такая с вами, она окончена. Давайте. Не знаю, сюда есть смысл поворачивать. Нет, там уже такой дикий явно точно обрыв. Придорожные кресты и стоят. Ну, и здесь тоже карта, она все. Получается, дорога заканчивается. Так что можно развернуться. Дальше такие фототекстурки у нас. Ну, и сейчас поедем, посмотрим, как выглядит другая сторона. Что там? Здесь у нас характерный такой частный сектор. Ну, вот, вернулись мы снова к вам, к этому перекрестку. Вот, только теперь пойдем в том направлении. Посмотрим, как там выглядит карта с той стороны. Что там меняется у нас по архитектуре. Вот такие знаки, висящие в воздухе, есть, присутствуют. Так вот, выглядит. Такое ощущение, знаете, так если ракурс взять. Так вот, как будто на фонаре держится еще поменять этот ракурс. Вот, так вообще точно. Как будто приделан к фонарю. Ну, по крайней мере, хоть расстановка знаков есть. Есть, понятно, приоритеты дорог. Где второстепенная, где главная, что тоже весьма приятно. Вот такая церковь. И мы с вами, ребят, едем, едем дальше. Так что поехали смотреть, как там все у нас это дело выглядит. Так, с ручника снимаемся. Там у нас, получается, такие здания были более одноэтажные. Ну, такой центр был небольшой из кирпичного, из кирпичных зданий. Вот. Здесь уже гораздо больше на данный момент получается таких двухэтажных, крепких, классных старых сталинок есть. Вот смотрю, какие-то постоянные щиты стоят, указатели, но они не подписаны. На них ничего нету. Ну, в принципе, здесь то же самое с этой стороны карты. Смотрите, потихоньку начинается меняться. Вот архитектура и здания становятся одноэтажными. И появляется вот такой вот частный сектор. Ну, сами можете видеть, разогнаться есть где. И ехать тоже куда есть. То есть, в принципе, я уже логически вижу, два маршрута можно завязать от вокзала и еще третий. Вот сделать, не касаясь вокзала, именно от левой части карты ехать к правой. Допустим, так вот сделать. Посмотрим, куда эта дорога доведет нас. Я даже не помню, на этой карте были ли пригородные маршруты какие-то. Здесь как-то церквей гораздо больше попадается. Такие довольно-таки мощные церкви. Как-то будто посвечиваются. Или это от фара у меня идет освещение такое. Ну, и тут у нас тоже дорога заканчивается. Примерно протяженность точно такая же получается. Так что езди разгуляться. Есть. Какие маршруты сделать. Даже на пазике сегодня еду. На пазик, ребята, я даже не заколхозил. Хоть бы его заколхозить немножко. На ручник его поставлю. А то он чисто у нас такой, знаете, лысый такой бедолага. Но колпаки хоть давайте на него поставим. Ладно, капот не будем открывать. Полонный хоть ему. Табличку заказную поставим. Вот. Вот теперь хоть преобразим. В принципе, дальше там, по-моему, люки. И здесь у нас вот можно утеплить его немножко. Так гораздо заколхознее. В эту карту, знаете, такая у нас неподготовленная. И автобус вот получился тоже неподготовленный. Вот. Но надеюсь. Надеюсь, что карта вот эта, ребята, оживет. Появятся на ней люди. Появятся на ней трафик. И появятся на ней маршруты. Вот. Конечно, это было бы очень приятно. Давайте еще здесь катнем. Так, дальше вот если здесь налево повернуть, я думаю, что мы убремся в какие-нибудь фототекстуры. Да нет, просто как дворе какая-то. А, автобаза. Кстати, маршрут, по-моему, такой был. До автобазы. Правда, в ОМС-2 здесь машин, по-моему, столько много стояло. А здесь чисто такая у нас шишика стоит разрисованная вся. Ну да, и снова, получается, на центральную улицу мы с вами выезжаем. Но больше по пути здесь заездов таких никаких вроде бы не было. Здесь только такие дорожки, ведущие к домам. Ну, по крайней мере, хоть никаких граффити нету. Никакой такой пошлятины на домах не встречается. Более-менее все адекватно, аккуратно. Ну да, здесь подъезды к домикам такие. Вот, ребята, ну, вот такая вот карта, в принципе, зарождается. Она уже появилась, и, я говорю, осталось. Ее только немножко оживить, вдохнуть в нее жизнь. И довольно-таки очень классная карта получится, на которой можно будет покататься, да потестировать новенькие классные автобусы. Напоминаю, что ProtonBus Simulator работает как на ПК, так же и на Android-устройствах без каких-либо проблем и нареканий. Ребята, огромное спасибо, что уделили внимание данному видеоролику, что не прошли мимо. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами, как всегда, был я, Dillon Game. Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok